Всем привет, с вами Луж. Сегодня мы поговорим о такой интересной игре как Banished, что значит изгой, судя по всему. Это очень интересная игра, которую я встретил на просторах стима и решил себе приобрести. В результате я получил такую стратежку, маленькую, необычную, нестандартную, да. Но в ней есть очень много плюсов. Плюсы в том, что она не линейная, то есть она не похожа на стальные стратегии. Тут главная цель выжить. Если вы помните такую игру Don't Stray, там тоже приходится выживать, но это не совсем стратегия, конечно, это экшен. Тут нечто наподобие, скажем, но стратегическая версия. То есть вам дается кучка европейцев, с помощью которых надо выжить в лесу вполне нормальными способами. То есть вы не будете выживать, как первопытные люди, но тем не менее вам придется встретиться с трудностями. Ну что ж, давайте заглянем или как бы объяснить, копнем эту игру глубже. К огромному сожалению, это игра на английском языке. Возможно, есть русификатор, я в этом точно не уверен. Но в любом случае, пока я это делаю, я не нашел русификатора. И я сейчас попытаюсь устроить мини-гайд по этой игре. Надеюсь, вам будет интересно. Вот. Ну, для начала начнем новую игру. Так, какие у нас критерии выбора? Карта тут генерация рандомна. Тут нету каких-то определенных привязанностей или еще чего-то. И, соответственно, тут есть несколько критерий. Например, название. Эта программа выдумывает очень странные своеобразные названия для разных областей или городов, которые вы собираетесь заложить. Также есть map-seed, ну, шифр карты, который он будет генерировать. И terrain type, то есть вид ландшафта, горный ландшафт или равнины. Вот. Ну, мы для образца выберем равнины. Размеры ландшафта. Это маленькая, средняя, большая карта. Ну, думаю, это тоже понятно. Климат суровый, умеренный и мягкий. Климат, соответственно, мягкий, суровый, то есть умеренный и суровый. Disasters. Disasters. Следующая опция. Это означает, это означает бедствия, которые у вас могут произойти. Ну, типа, я не видел в этой игре крупных бедствий, но я видел конкретно то, что может там кто-то заболеть или умереть или, не знаю, много других, ну, более реальных бедствий, чем там лавина или, ну, лавина тоже реальная. Просто здесь ее не бывает. И starting conditions, то есть стартовый набор, он будет, или условия, что ли, трудные, скажем, нормальные, легкие. Мы выберем сначала легкие, потому что, ну, даются, наверное, тут написано, кстати, в чем они отличаются. А, то есть, ну, дается маленькая семья, то есть четыре семьи всего лишь дается для начала, ну, и очень маленькие базовые, скажем, ресурсы и так далее. А в медиумном, соответственно, чуть больше всего, это в легком, много семян для ферм и так далее, и условия получше, и хранилища больше. Ну, что ж, приступим. После нудного разговора пора бы уже начать. Итак, перед нами сейчас откроется лес, как это обычно бывает в этой игре. Ну, особого разнообразия тут нет, но в чем-то есть плюс. А, так вот, ну, как быстро наступила зима. Это немножко обидно. Так, вот у нас есть, скажем, шесть семей. Это в режиме, как бы, изи идет, в легком режиме. И эти шесть семей, они будут жить, тут выживать. Но для того, чтобы выживать, ну, даже овечки есть, нам надо что-то делать. Вот, конечно, нам надо добывать, добывать пищу, нам надо попытаться прокормить как-нибудь все это семейство. Вот. И для начала, для самого начала, как вы видите, вот у нас тут даже хранилища есть, стартовые материалы для жития. И уже дома построены. Например, в режиме медиум и хард у вас домов не будет изначально. Да. Ну, что ж, перейдем к лесу и к добыванию материалов. Как видим, справа, снизу, тут есть панель инструментов, как обычно бывает во всех стратегиях. И на этих панелях, соответственно, разные опции. Ну, что ж, то, что вам уже ясно, точнее, чтобы было ясно, я скажу, что справа самая конечная кнопочка означает опции, и оттуда можно уже выйти. Или же просто клавиша Escape. Simulation. Это первая кнопка в этой серии. Это означает симуляция времени. То есть вы можете управлять временем, ускоряться, замедляться. Ну, вперед-назад, думаю, ясно. Потом. Tools and Reports. Tools and Reports – это инструмент, который вызывает окошки для того, чтобы вы могли проследить за статусом, например, деревни. Здоровьем жителей, их настроением, за ресурсами, которые там есть. Потом и разные такие таблоиды, где вы можете увидеть информацию. Про свою деревню, а также сфотографировать и так далее. Вот. А дальше уже идут иконки, начиная с домика, где уже можно строить различные, как бы объяснить. Структуры, такие как дом, каменный дом. Каменный дом, конечно, лучше. Boardinghouse – большой дом. Сразу для нескольких семейств. Вот. Потом идут Roads and Bridges – дороги и мосты. Ну, думаю, тут объяснять не особо нужно. Есть каменная дорога, есть обычная дорога, есть обычный мост, есть туннели. Вот. Потом есть также фермы. Следующие иконки. Storage Barn – это вот это вот то, что у нас тут стоит. Основное хранилище – это Storage Barn. Stockpile – это вот, увы, определяется определенную зону под хранение различных ресурсов. Ну, камни, допустим, дерево. Они не будут храниться в амбаре, потому что в амбаре хранится только пища и потребляемые людьми конкретные вещи. Market – это место, где, соответственно, все это раздается, продается. И лучше, я бы сказал, даже. Trading Post – это пост, как бы, объяснить обмена или даже что-то вроде дока, на самом деле. Если вы его расположите рядом с водой, рядом с рекою, и тогда вы можете даже торговать или обмениваться какими-то ресурсами. Правда, с кем, я не знаю. На этой карте других городов нет. Но это происходит. Потом, здесь есть колодец в следующем, скажем, конкретно в городских структурах, если мы дальше пойдем. Колодец, но он нужен, если у кого-то случился пожар. А кроме этого, они его не особо используют. Потом есть школа. Да-да, здесь доступно образование. Но оно, что оно дает, мы поговорим об этом позже. Соответственно, есть госпиталь, есть таунхау. Ну, таунхау – это церковь или место. Нет, это не церковь. По-моему, это просто городской центр. Для чего он служит, я точно не знаю, потому что я его еще не строил. И часовня есть, где можно венчаться жителям. А также есть кладбище. Ну, кладбище можно просто выделить территорию, где вы расположите это все. Я надеюсь, что я смогу вам показать все это в некоторых деталях. А теперь переходим к следующему разделу. Это пищевые структуры, как видите. Это возможность создать фермы, фруктовую плантацию маленькую, пастбище. Потом что еще? Скотоводчество, рыболовную, скажем, пристань или же охотничий домик. И еще также сборщика различных ягод, в том числе. Короче, все, что можно есть, это все можно есть. Все можно добывать, все эти ресурсы. Ну, а дальше уже идут опции по структуре для сбора ресурсов. Вот. Например, Woodcutter или же Forester Lodge. Это структуры для сборки леса. Но конкретно первое служит для того, чтобы жители заготавливали дрова на зиму. Вот. Второе служит уже конкретно как бы домик для лесника. Он выращивает, они выращивают деревья и срубают их затем. Третье, Herbalist. Herbalist это тот, кто собирает лекарственные травы на случай, если кому-то станет худо. Blacksmith это кузенец, который делает различные инструменты, которые у этих жителей изнашиваются. А потом Taylor это, скажем, ткач или, скажем, ну тот, который шьет одежду для них и так далее и тому подобное. Таверна это, само собой, место, где есть приятное пиво для жителей и алкоголь. Ну, понятно. И, конечно же, место, где майн, где можно добывать камень прямо из земли, а не ходить по лесу в его поисках. Вот. И, нет, карьер. Карьер. Вот это карьер, это то, что можно добывать камень. А то, что до этого, это майн, это угольная, точнее, да, угольная шахта, которую можно расположить, допустим, у подножия холма или горы, где, скорее всего, будет уголь. Ну, вот, собственно говоря, весь инструментарий этой игры. С чего же мы начнем? Мы начнем с того, что, во-первых, я заговорился. Для начала надо выделить область для фермы. Да, это я не сделал, но это надо очень быстро сделать. И вот, как вы видите, мы выбираем crop field просто и выделяем зону. А жители тем временем сами уже придут и повалят лес. И еще одна особенность этой игры заключается в том, что, как бы это вам объяснить, вот здесь определенный инструмент, называется assign jobs to citizen. Выбираем его. У нас открывается такая панелька. Здесь мы можем распределять рабочих на, скажем, различные ремесла. Допустим, у нас 12 свободных людей. И они сейчас вот делают то, что, в принципе, самое необходимое. И они называются labor. То есть типа чернорабочих, потому что у них конкретной профессии нет. Но мы их можем переназначить. Например, билдером, если назначим, у нас получится строитель. Конкретно строитель домов и других зданий, вообще любых. Если мы назначим, допустим, на фармер, эти люди будут работать на ферме. Как вы видите, они уже начали все рубить, перерубать и собирать ресурсы. Но для начала выделим для них еще одно свободное место. А где же это свободное место было? А, вот в амбарах. Да. И немного здесь вот выделим. Если что, они соберут еще и туда. Да. Ну, я вернусь к вам через 5 минут. Точнее, не через 5 минут, а через секунду буквально. Итак, я вернулся, как и обещал, через секунду. Вот. На чем мы остановились? Ах да, ферма. Итак, вот допустим, первым делом желательно возвести эту ферму. И что мы получаем? Выделяем территорию, отмечаем ее как ферма, жители ее автоматически очищают и выбираем вид зерновых, которые здесь надо посеять. Что такое сгуэш, я сейчас точно не знаю, но это что-то, наверное, да что-то. Вот. Допустим, мы выбрали, даже семена выбрали и так далее. Но чтобы у нас кто-то вообще чем-то тут занимался, для этого нам нужно, как я раньше сказал, назначить рабочих. Как это мы делаем? Мы открываем вот это окошко, как я показал. Значит, и рядом с надписью «Фармер» набираем людей. Для одной фермы, как здесь вот показано в окошке фермы, 4 из 4, достаточно использовать 4 людей. И вот, после того, как мы их отметили, они автоматически приходят сюда и начинают сеять и работать. Вот так вот все очень просто. И тут есть также индикатор «Work». Допустим, если вы не хотите, чтобы они работали, можно нажать на это. А если вы хотите, вот, они автоматически начинают работать и переназначаются, значит, трудовые деятельности ихние. Потом, к огромному сожалению, в этой игре невозможно обойтись одним лишь, скажем, скажем, ну, фермерским полем. Здесь потребуется еще и поставить охотничий домик, потому что жителей со временем станет много, и они будут есть много. Да. Ну, для этого мы сделаем вот что. Выбираем яблочко здесь внизу в инструментах. И, конечно же, «Hunting cabin», кабина охотника. Вот. Ставим это здание где-то здесь. И рабочие ее автоматически построят. Кстати, для того, чтобы здание было построено, нам также надо назначить строителей. «Builder». Хотя бы надо выбрать двоих людей из всего этого коллектива, да, и тогда все будет нормально. Сейчас вот они расчистят эту область, в котором я поставил охотничий домик, и все начнется, пойдет, поедет. Ну, а если вам просто нужны ресурсы, или же, скажем, вам надо очистить область, начнем с очистки. Для этого надо выбрать предпоследний значок. И тут есть такое, значит, такие опции, как «Remove structures». «Remove structures» — это убрать здание, которое построено. Разобрать его на ресурсы, кстати. «Remove resources» — это вот как раз-таки, если мы выделим определенную зону, и все вот эти красные отмеченные крестики — это на этих крестиках деревья, там, железная руда, камни. И это все ваши жители соберут вот в этот, скажем, отведенный для этого участок. Да, это хорошая опция, но у нас есть также опция «Harvest trees». Странно. Да, что-то у меня неполадки были. В общем, «Harvest trees» — это способность подобная же этой, но тут просто надо, если мы выделяем, то жители убирают тут только деревья. «Collect stone» — это тоже самое, подобное. То есть, но в ход идут только камни. Собирается только камни с выделенной областью, допустим. Потом «Collect iron» — собирается только железо. Кстати, вот железо, оно выглядит тут так, и если мы выберем именно эту опцию и выделим область, будет собираться именно железо. Вот. Дальше идет опция «Remove roads» — это удаление дорог. Дороги в этой игре нужны для быстрого передвижения. Кстати, вот, допустим, например, сделаем образец. Я не думаю, что жители двигаются от этого быстрее, но не знаю, если уж так сказано, так написано, наверное, какой-то процент скорости все-таки прибавляется. Вот, как мы видим, фермеры уже работают вовсю, вот, и работа кипит. Это хорошо. А здесь, тем временем, зачищается зона для постройки охотничьего домика. Кстати, тут можно также построить, например, как бы мы это назовем, пастбище. Ох, эти неполадки. Да. Построим тут пастбище. Сейчас попробуем выделить эту зону. И здесь, так как есть овечки, овечки тоже будут использоваться в качестве пищи, но это еще не все. И вот. В общем, размещая эти зоны, туда спокойно можем направлять рабочих. Например, сейчас вот строители займутся расчисткой, точнее, скажем, ну, постройкой охотничьего домика. И после этого они начнут свою работу. После этого, кстати, нам надо будет назначить охотников. Да, это тоже делается через эту панель. Тут есть хантер. Надо будет двоих поставить на охоту. Ну, кстати, люди, оставшиеся без работы, над ними появляется вот такой вопросительный знак. Ну, это те, которые не являются чернорабочими. Даже вот, например, вот мы назначили двоих на охоту. Охотничий домик еще не готов. И поэтому над ними вопросительный знак. То есть они пока что не чернорабочие и не охотники, так как у них в данный момент работы нет. А вот строители начали строить дом. Это уже приятно. Так что вот такие вот пирожки. Но есть такой вот один нюансик. По мере того, как вы хотите увеличивать свое население, вам необходимо будет строить дома. Это необходимо. Вы можете сказать, что у вас, допустим, достаточно домов. Зачем, если все там уживаются? Но это не так. Нужно побольше домов, чтобы новые семьи могли заселять их и иметь детей. И, как бы это грубо ни звучало, для наших изгоев вам придется быть немножко селекционером. То есть как селекционером. Вы должны следить, чтобы со старыми людьми, молодые люди не жили в одном доме. Иначе в таком случае они не заведут семьи. Обычно образуются пары, которые, семейные пары, которые имеют нескольких детей, для которых уже вы должны строить новые дома, строить новые фермы. Вот, допустим, ферма уже вовсе работает, созревает. И в этих домах уже конкретно, то есть будут создаваться новые семьи. Что касается насчет детей и возраста, кстати, насчет людей. Когда они достигают уже 12-летнего возраста, они уже могут работать. Но есть одно но. Но для того, чтобы они работали нормально и существовали, то есть они работали более продуктивно, вам надо построить школу, как я здесь говорил. Да, то есть вот городские постройки. Тут есть книжка «Schoolhouse». Думаю, многие даже нерусскоязычные люди знают, что «Schoolhouse» — это школа. Если ее построить, то население уже будет обучено, и они будут более продуктивно работать. Так что вот все основные нюансы этой игры. Экспериментируйте, в принципе. И самое трудное. В чем же смысл этой игры? Я не выразился. Смысл в том, чтобы выжить. Если вы думаете, что это все так просто, то вы ошибаетесь. Вам потребуются недюжинные способности расчетливости, умение рассчитывать и правильно рассчитывать. Дело в том, что один маленький косяк — кто-то заболел, умер, там, не знаю, не создались новые семьи, остались старики, то все, считайте, что игра проиграна. Пардон. Или же, допустим, кто-то просто-напросто заболел, если вы не уследили за уровнем счастья. Пардон, еще раз. Тогда будут огромные проблемы. Например, если уровень счастья падает, в таком случае новые семьи могут и не создаваться, в принципе. Вот за это отвечают эти звездочки. Если уровень здоровья падает, то могут начать умирать рано люди. То есть все эти факторы, которые тут есть, они очень многозначны. Они очень многое значат. Потом, например, вы в будущем должны будете построить кузницу, чтобы обеспечить инструментами всех жителей. Ну, например, еще вот это вот здание. Я его не построил, но его обязательно надо построить. Потому что без сказанных... Как бы это объяснить? Без дров, без дров им... Они будут замерзать. Дома не будут топиться зимой. Что также приведет к ухудшению здоровья. Многие нюансы, которые, в принципе, создают основную жизненно важные условия для людей. Да. Так что вот в этом заключается пока что суть всей игры. Выживание. Это не так-то просто. Но, к огромному сожалению, спустя некоторое время, эта игра немножко себя изживает. Судя по всему, потому что я испытал от нее, всего за 4 дня я насытился этой игрой полностью. Потому что дошел до определенного предела, где уже хотелось бы чего-нибудь нового. Например, более развитую городскую инфраструктуру. Ну, наверное, разработчики этим займутся в будущем. Как-то станут расширять игру. Я очень надеюсь на это. Потому что было бы неплохо. Что насчет карты? Эта карта тут, правда, обширная. Тут все можно, наверное, заселить. Я точно не знаю, если все правильно рассчитать. И по мере расчета надо все это предусматривать. Так что есть вот такие вот нюансики. Это про эту игру пока что все. С вами был Лур. Подписывайтесь, если вам понравился этот канал. Ставьте лайки. Вы будете дальше видеть новые обзоры. Кстати, вернулся. Да, все лето я буду дальше снимать. И также буду снимать, открою новый блог. Именно видеоблог. Да-да-да. Возможно, в котором я буду делать обзоры не только на игры, но и на летающие различные гаджеты, которые я заказываю по почте. А это уже весело. Так что оставайтесь со мной. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это помогает. С вами был Лур. До скорого. Продолжение следует.